Встречный разряд в электрическом поле грозового облака хорошо обследован и хорошо изучен и в теоретическом плане, и в плане компьютерного моделирования. Известно, что этот разряд начинается с короны, той самой короны, которая называлась раньше огнями Святого Эльма и возникала на мачтах пиратских кораблей. Эта корона обладает мизерным током, это ток микроамперного уровня, но такая корона может существовать довольно долго и внедрять в атмосферу над коронирующей вершиной молниотвода мачты корабля или просто дерева облака объемного заряда. Вот такая корона не может развивать термолизованный канал. Для того, чтобы такой термолизованный канал возник, корона должна перейти в другую импульсную форму, в стримерную форму. Условия этого перехода известны, оно вот тут записано. А если этот стример будет мощный, если на нем будет падать напряжение около полмиллиона вольт, то такой стример родит горячий термолизованный канал, который будет развиваться навстречу молнии и будет притягивать эту молнию, если только он возможен. Так вот, сделать все эти условия в лаборатории можно. Вопрос весь заключается вот в чем. А каким способом это можно сделать? О каких уровнях напряжения может идти речь для того, чтобы я его подал на молниотвод и от молниотвода раньше пошел канал встречного лидера? Вот в компьютерных расчетах я оперирую с величиной управляющего напряжения где-то на уровне полмиллиона вольт. И считаю, что это напряжение будет подано на молниотвод, так сказать, средней руки высотой где-нибудь в 50 метров. А дальше я смотрю, что будет, если я буду подавать на такой молниотвод импульсы разной длительности. Потому что если импульс длинный, то источник должен быть мощный. Вот я подаю импульс длительностью 50 микросекунд и вижу, что такой импульс годен только для того, чтобы сформировать канал длиной в 2 метра. Ну, бессмысленно это, понимаете? Вот стоит у вас 50-метровый молниотвод, а вы добавляете к нему длину в 2 метра. Ну, будет 52 метра молниотвода. Смысла никакого. Увеличиваю длительность импульса 100 микросекунд. Теперь стал 3 метра. А больше лидер вывести не успевает. Даю 200 микросекунд. Теперь 4 с хвостиком. Даю 300 микросекунд. Теперь, ну, тоже ничего особенного. 6 с хвостиком метров. И вот только если я дам длительность этому импульсу в полмиллисекунды, вот только тогда у меня пойдет серьезный процесс, и навстречу молнии действительно потянется канал, который ее в состоянии перехватить. Вот какие результаты дает численное моделирование, и в этих результатах, вообще говоря, нет оснований сомневаться. Субтитры создавал DimaTorzok